Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущая, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гостье. А в гостях у меня сегодня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Добрый вечер, Жанна Альбертовна. Добрый вечер. Мы с вами в этой студии традиционно встречаемся примерно раз в год. Вот в этот раз чуть больше получилось, почти 13 месяцев я посчитал. Ну и всегда традиционно говорим о тех изменениях, которые произошли в нашем законодательстве по отношению к льготным категориям населения, как принято их называть, в течение года. Ну и о том, что ждет нас, так скажем, вот уже совсем скоро, через два месяца, в наступающем новом году. Так что, вот флаг вам в руки, как говорится. Что изменилось для ваших подопечных? 2018 год не стал исключением. В Московской области развивается социальная сфера в отношении мер социальной поддержки. Кроме того, происходит оптимизация учреждений. Также в социальное развитие Московской области внедряются новые инновационные технологии, не только при приеме населения, но также при оказании услуг. И в 2018 году были приняты новые нормативные документы, по которым расширился спектр тех льгот, которые получали граждане до этого. А также увеличилось количество мер социальной поддержки, которые предоставлялись не только гражданам пожилого возраста, но и семьям с детьми. В 2018 году был принят закон, по которому семьям, в которых в 2018 году родился первый ребенок, можно назначить выплату, ежемесячную выплату. Она выплачивается до полутора лет, если доход семьи не превышает 19 791 рубль. Это для всех членов семьи, естественно. Но выплата в размере 11 200. Поэтому те, кто еще не успел прийти за данной выплатой, молодые родители, мы ждем к нам на улицу Свирская, дом 14. Какие-то ограничения существуют? Я имею в виду, что кто не успел, тот опоздал. Такое возможно? Нет. Ограничения следующие. До шести месяцев, если обращается мама за назначением пособия, то мы возвращаемся на шесть месяцев назад. Если сроки ушли, то выплата назначается с месяца, когда подается заявление. Кроме данной меры соцподдержки, большое количество граждан, проживающих не только на территории Щелковского района, но и всей Московской области, в этом году получили бесплатный проезд. Бесплатный проезд по железной дороге, те, кто его не имели. И также бесплатный проезд для граждан старше 60 лет по городу Москве на всех видах транспорта. Для тех, кто пользуется бесплатным проездом, это, конечно, значительная поддержка. Граждане могут ездить бесплатно теперь не только на территории Московской области, но и в городе Москве. Ну вот вы сказали, после 60 лет, то есть здесь нет гендерного различия, скажем, мужчина или женщина. 60 и все, пока еще у нас 65 женщин уходит. На сегодняшний момент в нормативном документе идет ограничение возраста старше 60 лет. В планах на 2019 год есть уже проекты нормативных документов. Не будет привязки к пенсионному возрасту. Будет возраст также предпенсионный. То есть женщины с 55 и мужчины с 60, но не вышедшие на пенсию, будут иметь те же меры социальной поддержки, что и в настоящее время имеют граждане, которые вышли на пенсию. Женщины в 55 и мужчины в 60. Значит, ну кроме бесплатного проезда, хотелось также рассказать о том, что все ветераны Великой Отечественной войны, это инвалиды войны, участники войны, труженики тыла, жены погибших военнослужащих, они теперь имеют право на бесплатное социальное обслуживание на дому. Если до 2018 года социальное обслуживание на дому осуществлялось от дохода, то есть если доход превышал определенную сумму, то и ветераны войны также обслуживались за определенную плату. То с этого года все труженики тыла, повторюсь, также обслуживаются бесплатно. Это тоже хорошее подспорье для граждан пожилого возраста. Тоже как бы такой хороший положительный момент. Но здесь имеется в виду одинокие граждане или те, кто в семье жили тоже? Либо семейные пары. Семейные пары, но примерно одного возраста. Понимаете как, здесь все зависит от категории. Инвалид войны, участник войны, труженик тыла, он обслуживается бесплатно. Это вот с Нового года началось. Да, потому что, как правило, пенсия у тружеников тыла несколько выше, чем прожиточный минимум. И поэтому, как правило, эти люди были на обслуживании либо на 10%, либо на 20%. Теперь обслуживание бесплатно. И летом, когда было принято данное постановление, все граждане были переведены, имеется в виду данных категорий, на бесплатное обслуживание. Ну и в дополнение хотелось бы сказать, что с этого года все граждане, достигшие 70-летнего возраста, получают единовременную выплату в размере 5000 рублей. На сегодняшний день по Щелковскому району 21 тысяча человек, чуть больше, получили данную выплату. Это раз в год происходит? Да. Только вопрос к этой категории участников, ветеранов и прочей войны. Дети войны попадают или нет? Несовершеннолетние узники. Только узники, да? У нас льготной категории, как дети войны, нормативными документами не определено. У нас есть несовершеннолетние узники, вот труженики тыла. Отдельной категории, дети войны, нормативными документами не обозначено. Понятно, просто я почему задал этот вопрос, у меня есть знакомая, она, собственно, живет в Петербурге, она 41-го года рождения, родилась, я сейчас уж не помню, то ли перед войной, то ли уже в начале войны, но она проходит как житель блокадного Ленинграда, несмотря на то, что ей было всего-то несколько месяцев. Это категория граждан тоже попадает, да, просто они не называются по нормативным документам детьми войны, у нее есть удостоверение, по которому она приравнивается по льготам к участникам войны. Ну, это все? Нет, не все еще. В этом году также были приняты постановления, которые утвердили перечень технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень. То есть для маломобильных групп населения, для тех, кому нужны технические средства реабилитации, также Бюро медико-социальной экспертизы выписывает необходимые технические средства, которые человеку уже выдаются за счет региональных средств. То есть это также дополнительная мера социальной поддержки, которая была принята в 2018 году. С 2019 года этот перечень будет расширен. То есть будут добавлены еще ряд технических средств, которые также пойдут на использование гражданам маломобильным, имеющим инвалидность. Вот в прошлом году мы говорили с вами о нововведении, техническом нововведении, да, это электронный мобильный кабинет. Вы подробно сказали, показали, как это происходит. Вот за год многие, так скажем, воспользовались им. Да, граждане узнают о наличии социального приложения, мобильного социального приложения. На сегодняшний день более 130 человек обратились в наше учреждение непосредственно через данное мобильное приложение. То есть все эти обращения фиксируются. Как мы с вами говорили, что по данному мобильному приложению можно посмотреть ближайшие центры комплексные социального обслуживания. Также можно выбрать сиделку. В данном приложении появились новые, скажем так, блоки. Это волонтеры. То есть если необходима волонтерская помощь, а как вы знаете, 2018 год он назван годом волонтера. И сейчас создан реестр волонтеров, который в нашем управлении также ведется. Оказывают помощь волонтеры нашим гражданам пожилого возраста, которые стоят на социальном обслуживании. Ну и также через мобильное приложение граждане пользуются социальным такси. Вот с начала года 68 обращений поступило непосредственно через мобильное приложение. Ну а не через мобильное больше все-таки, наверное, обращаются люди такого возраста? Ну, как правило, если нет родителей и такие люди находятся на социальном обслуживании, то оказывают содействие и социальные работники в подаче заявления через мобильное приложение. То есть человек, не выходя из дома, может оформить данную услугу. Ему не надо ни звонить, ни приходить. Ему специалисты перезвонят в течение часа на телефон и расскажут, спросят, что необходимо, когда. То есть услуга оказывается человеку, который, может быть, испытывает затруднения, чтобы куда-то прийти, написать какое-то заявление. Ну и вообще давайте тогда вернемся к тем социальным услугам, которые оказывают ваши работники. Ну вообще ваш центр, что туда входит? Ну вот для тех, кто пользуется и бесплатно, о чем мы говорили в самом начале, да, льготные категории, ну и те, кто еще продолжает пользоваться за плату. Что туда входит вообще? Ну, на территории Щелковского района, может быть, кто-то не знает, работает комплексный центр социального обслуживания населения, который оказывает на сегодняшний день услуги в отделении дневного пребывания. И с этого года, с 2018-го, открыто новое отделение. Это отделение психолого-педагогической помощи, это социально-реабилитационное отделение. Также в этом центре существует пункт проката технических средств реабилитации, куда могут обратиться граждане для получения данного технического средства. О наличии таких технических средств также можно узнать через мобильное приложение. Хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить граждан пожилого возраста в клуб друзей. Это новая форма работы в нашем центре, когда каждую третью пятницу в 11 часов могут прийти все желающие для того, чтобы пообщаться, познакомиться, может быть, обрести новых друзей и найти какие-то клубы по интересам. То есть это вот одно из направлений, поэтому те, кто готовы прийти, ждем. Куда прийти? Адрес позовите. Толстинская, дом 47. Если есть какие-то вопросы, кого-то заинтересовало это предложение, можно позвонить по телефону 56-2-34-11. Это телефон нашего центра, проконсультируют и напомнят, если вдруг по какой-то причине. А так вот, каждая пятница, третья пятница месяца в 11 часов. Это клуб друзей. И также возобновляем новую форму для граждан пожилого возраста – янтарный берег. Где это, скажем так, групповой метод работы, куда также могут прийти граждане пожилого возраста. Чем интересно данное направление, что психологи работают с гражданами пожилого возраста именно по направлению их социализации. Потому что иногда человек, выйдя на пенсию или уйдя с работы по каким-то причинам, он остается один, и ему не хватает общения. Здесь можно будет получить и психологическую помощь, и общение, ответить на вопросы, может быть, какие-то проблемы будут решены. То есть, чтобы человек чувствовал себя востребованным. Это тоже очень важно для граждан пожилого возраста. Ну, а вообще есть какие-то возрастные рамки? С какого возраста можно приходить с такой помощью? В комплексном центре, если у человека есть инвалидность, то с 18 лет. А так, пенсионного возраста 55 лет для женщины, 60 для мужчины. Ну, вот вы сказали, название этого центра, да, «Янтарный берег», какие-то ассоциации возникают с центром психологической помощи «Янтарь», который был, это действительно продолжатель этого дела. Да, это отделение перешло в комплексный центр. Ну, само название «Комплексный центр социального обслуживания населения», оно подразумевает оказание комплекса услуг в одном месте. То есть в данном центре появились два отделения. Это социально-реабилитационное отделение, куда могут приходить люди с ограниченными возможностями, и отделение психолого-педагогической помощи, где кроме граждан пожилого возраста могут получить психологическую консультацию также и семьи с детьми, и просто граждане, которые в этом нуждаются. Ну, то есть вот это такое своеобразное объединение, да, реструктуризация, она пошла на пользу. Да, это проходит по Московской области оптимизация учреждений социальной защиты. Поэтому здесь, чтобы сделать более удобно для получателей социальных услуг, то есть это в одном месте. Человек может прийти и получить разные услуги. Жанн Альберт, у нас есть первый звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем, и вы тогда ответите на вопросы. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, Жанна Альбертовна. Вы начали рассказывать по поводу волонтерской помощи. Я бы хотела уточнить такой момент. Я бы хотела оказать волонтерскую помощь в виде проведения мероприятий, может быть, каких-то, или поучаствовать в качестве помощи в этих мероприятиях. Куда можно обратиться с этим вопросом? Очень хороший вопрос. И спасибо за то, что есть такие люди, которые готовы на, скажем так, безвозмездной основе оказывать волонтерскую помощь. Вы можете обратиться в Щелковское управление соцзащиты по адресу улица Краснознаменская, дом 12, кабинет 4, где можно будет более подробно с вами обговорить нюансы, какую помощь вы готовы оказать. Мы рады помощи, тем более для граждан, которые проживают на территории нашего района. В продолжение темы, если говорить и о работе волонтеров, и о работе штатных сотрудников соцзащиты, какие услуги у льготных категорий населения наиболее востребованы? Вы знаете, все услуги, которые оказываются центром, это и психологические, и социальные различные услуги. Мы с вами говорили уже в том году о том, что отделения дневного пребывания, которые были у нас в комплексном центре, они теперь у нас находятся в автономной некоммерческой организации. И вот услуги, которые оказывались на дому, они оказываются теперь этой организацией. Также есть два отделения. Есть отделение обычное социального обслуживания, и есть медицинского социального обслуживания, то есть это для граждан, которые утратили способность к самообслуживанию и нуждаются, скажем так, в более тщательном уходе во внимании со стороны социального работника. Кроме того, социальные работники оказывают услуги по оформлению документов, приготовлению пищи, то есть очень большой спектр. Если есть необходимость в социальном работнике, то отделение срочной помощи, которое находится в комплексном центре, о котором мы разговаривали до этого, они выходят на дом к этому человеку, к нуждающемуся, делают акт обследования, опрашивают, оказывают содействие в сборе документов для постановки на социальное обслуживание. То есть, хотя это и разные организации, вот наш комплексный центр и наша автономная организация, которая оказывает именно услуги на дому, мы работаем все в едином целом, и все время не то, что оказываем содействие, каждый делает свое направление, потому что для того, чтобы получать услуги, Щелковское управление соцзащиты разрабатывает индивидуальную программу получателя социальных услуг, в котором уже прописывается конкретно, какие услуги необходимы каждому гражданину. То есть здесь мы работаем в тандеме, и уже по состоянию того или иного получателя социальных услуг оказываем различные меры социальной поддержки. Ну а какие-то, может быть, необычные просьбы встречаются, которые, скажем, вы не можете выполнить, или такого не бывает? Ну, необычная просьба, я даже не знаю, вот как бы, что такое может быть, что мы стараемся, социальные работники, они работают очень, скажем так, давно, и все знают своих подопечных. И поэтому, так как они все люди добрые, то не все услуги иногда, конечно, оказываются там за деньги, да, или то, что входит в этот перечень. Поэтому, ну, если и бывают какие-то просьбы, ну, конечно, мы, если в наших силах, мы готовы оказать содействие. Жанна Альбертовна, еще один звонок есть у нас, давайте послушаем. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, говорите, пожалуйста. Жанна Альбертовна, подскажите, пожалуйста, я одинокая мама, и доход у меня выше прожиточного минимума, а моему ребенку нужны развивающие занятия с психологом. Подскажите, пожалуйста, могу ли я где-то оформить эту услугу бесплатно? Если могу, то где? Спасибо. Для несовершеннолетних детей все услуги психологические оказываются бесплатно. Вы проживаете в Щелковском районе? Вы можете подойти на улицу Свирская, дом 14, кабинет номер 6. Вам оформят индивидуальную программу получателя социальных услуг на ребенка, и вы сможете получать данные услуги в нашем комплексном центре. Кроме этого, у нас есть еще один центр, о котором мы пока не рассказывали. Это центр «Семья», где также работают психологи, социальные педагоги, которые также оказывают социальную помощь бесплатно. Ждем, приходите. Пока вы отвечали на вопрос, вот мне режиссер сказал, что еще один пришел, не звонок, а вопрос к нам на сайт, как раз о чем мы говорили в начале программы, изменения по выплатам при рождении первого ребенка. Вот спрашивает наша зрительница, первый ребенок родился, какие документы нужно собрать для получения выплаты, и куда обращаться? Данная выплата производится управлением соцзащиты. Обратиться надо на улицу Свирская, дом 14, кабинет 14. При себе нужно иметь два паспорта, если это полная семья, свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства и справки о доходах родителей за 12 месяцев. Значит, если один из родителей не работает, необходима трудовая книжка. То есть человек приходит за назначением данной выплаты в Щелковское управление. Ну, что значит не работает, а если, скажем, мама ушла в декретный отпуск, она же все-таки числится на работе? У мамы есть официальное право находиться в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и мама берет справку с места работы о выплатах, которые ей произведены. Эта выплата производится от дохода. То есть доход не должен превышать на одного человека 19 790 рублей. Ну, а, скажем так, выплаты, они, скажем так, едины для всех регионов нашей страны? Или все-таки идет какая-то градация? Мы выплачиваем, оформить выплату в Щелковском управлении можно для жителей Московской области. То есть те, кто прописаны в Московской области. Спасибо, Жанна Альбертовна. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Еще раз добрый вечер, Жанна Альбертовна. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, мы продолжим нашу беседу. Закончим разговор об учреждениях, которые, так скажем, входят в вашу структуру. В первую половину программы мы говорили об объединении Центра Забота и Центра Янтарь, да, психологической помощи населению. И теперь это единый комплекс оказания социальных услуг. Но есть еще одно учреждение. Это социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». Мы подробно говорили год назад о нем. Что-то изменилось в течение года в его работе. Ну, да, данный центр работает для оказания социальных услуг несовершеннолетним детям. Также данный центр работает с семьей. Потому что иногда семьи, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, не только дети нуждаются в помощи, но и родители, которые по каким-то причинам оказываются в трудной жизненной ситуации. И одно из отделений, которое у нас было в психологическом центре, оно теперь находится в нашем центре «Семья». Это консультативное отделение, которое также включает в себя телефон доверия, который работал на территории Щелковского района до этого. Кроме того, на данный телефон приходят звонки с российского детского телефона доверия. То есть данный телефон продолжает работать, он существует и также принимает звонки. То есть в этом отношении граждане никак не пострадали, ровно так же, как и сотрудники. То есть отделение в полном объеме оказывает те услуги, которое оказывало и до 2018 года. Но помимо консультативного отделения, в данном центре есть еще два отделения. Одно отделение помощи семье и детям и отделение участковой социальной службы. Одно из направлений участковой социальной службы это выезды по всей территории района, взаимодействия со всеми субъектами профилактики, не только на выявление тех семей, которые нуждаются в помощи, но и оказание помощи тем семьям, которые на сегодняшний день уже стоят на обслуживании в данном центре. Вот на сегодняшний день это 483 семьи, в которых проживает 870 детей. То есть данные граждане получают помощь от данного центра, необходимую помощь не только в плане благотворительности, не только в плане психологической помощи, консультирования, но также работа и с психологом. Данный центр в этом году стал дипломантом Московской областной думы. Когда было 25 лет Московской областной думе, это мы буквально на прошлой неделе, наш психолог, который разработал IT-технологию психологического консультирования, был награжден дипломом Московской областной думы как лучший реабилитолог по разработке программ. То есть данную технологию мы также представляли на форуме, который проходил и был организован Министерством соцразвития. Это было в преддверии Дня социального работника, где учреждения со всей Московской области представляли свои новые инновационные программы работы. Чем удобен этот способ? Психолог, находясь в центре, может по средствам связи оказывать видеоконсультирование, допустим, тем семьям, которые стоят на обслуживании, например, в поселке Фрианово. Чтобы данной семье не ехать в центр, они совершенно спокойно могут получить это консультирование, не выходя из дома. Точно так же, как и семьи, имеющие детей инвалидов, которым иногда передвижение сложно, так же психолог центра оказывает консультирование посредством, скажем так, новых технологий. Это одно из направлений, которые в этом году широко используются уже нашими получательными социальных услуг. То есть сначала мы предлагали, но те, скажем так, родители, которые попробовали, то востребовано очень для... И остались довольны. Да, они остались довольны. И данная услуга востребована вот на сегодняшний день. И вот специалисты участковой социальной службы, приходя в семьи, также информируют о том, что данную услугу можно получить, не выходя из дома. Но большой, скажем так, спектр услуг оказывают специалисты. Они и помогают родителям оформлять документы, и оформлять пособия. То есть мамы не всегда бывают, допустим, имеют какое-то заболевание, в силу которого не могут сделать ту или иную процедуру необходимую по оформлению документов, даже того же детского пособия. Здесь вот как раз такое содействие оказывают специалисты данного центра. Ну и кроме того, в отделение, которое находится непосредственно в центре, туда также приходят на индивидуальные консультации, на групповые занятия, семьи, которые имеют детишек с ограниченными возможностями. Ну и кроме того, в этом центре несколько программ, с которыми специалисты выезжают в школы, в детские сады, выезжают совместно с уполномоченными по правам человека, совместно со всеми субъектами профилактики. Вот сегодня, например, в этом центре прошел Международный день правовой помощи детям. В течение всего дня в центре работали специалисты, было приглашено более 60 семей, можно было получить консультацию у специалистов управления по опеке, это был уполномоченный по правам человека, это был представитель прокуратуры. То есть все субъекты профилактики сегодня оказывали психологическое консультирование именно в рамках Международного дня правовой помощи. И в вечернее время были приглашены дети также для информирования о тех нормативных документах, которые необходимо знать уже и в подростковом возрасте, дабы не совершать поступков, которые потом могут оложить отмечаток на всю жизнь. Поэтому большая работа проводится с этими специалистами. Работа порой сложная, потому что семьи бывают разные, работают, стараются, оказывают содействие. Ну что ж, пожелаем им успеха и, естественно, поздравим вашего сотрудника, который стал дипломантом. Да, очень приятно, когда такие специалисты работают. У нас еще один звонок есть, Жанна Альбертовна, давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Жанна Альбертовна, у меня вот такой вопрос. Я пенсионер, имею старшую работу более 40 лет. Наград, ну, почетных граммах там, ведомственных знаков отече не имею. Но, согласно статье, значит, имею ли я право на присвоение звания ветеран труда и пользоваться теми мерами поддержки, что ветеран труда. Вот согласно федеральному закону номер 5, там сказано, что, ну, эти, как говорится, льготы предоставляются регионально. Вот как быть мне в данной ситуации? Ну, к сожалению, на сегодняшний момент отсутствие федеральной награды является препятствием для представления звания ветерана труда. То есть есть на сегодняшний день два условия. Это стаж для женщины 20 лет, для мужчины 25, и обязательно наличие федеральной награды. То есть мы уже рассказывали о том, что был принят еще один нормативный документ, который уполномочил каждое министерство, федеральное министерство определить ту награду, которая дает в дальнейшем право на получение звания ветерана труда. К сожалению, пока никаких изменений нет. И обязательные условия – это федеральная награда и стаж работы. Жанна Алибертовна, еще один вопрос от нашей зрительницы. Спрашивает, ей 73 года, но она не получила, вот о чем мы говорили в начале программы, ежегодную выплату в 5000 рублей. Что делать, куда ей обращаться? Необходимо обратиться на улицу Свирская, дом 14, кабинет номер 5. Можно позвонить по телефону 56-282-98 и уточнить, по какой причине данная выплата не была произведена. Мы напишем заявление, необходимо приложить паспорт и пенсионное удостоверение, и данная выплата будет произведена. Спасибо. Мы уже достаточно много поговорили о помощи несовершеннолетним. Предлагаю сейчас в качестве иллюстрации посмотреть небольшой видеосюжет о том, как в этом году проходила уже ставшая традиционной в нашем районе акция «Собери ребенка в школу». Ну, а потом тогда продолжим наш разговор. Давайте посмотрим. До главного осеннего праздника, Дня знаний, осталось совсем немного времени. А это значит, что все ученики, от первоклассников до будущих выпускников, должны быть готовы к занятиям. Вот уже четвертый год. Акция «Собери ребенка в школу» помогает ребятам, находящимся под социальным патронажем Центра «Семья», получить все необходимое для нового учебного года. Я благодарен всем, кто пришел сегодня сюда. С удовольствием мы эти подарки вам выручим. Я благодарен тем меценатам, которые находятся на территории Пчелковского мультфильного района. Это директора предприятий, которые спонсировали средства, приплепленные финансовые, для покупки этих подарков. В рамках акции наборы со всем необходимым для школы получили более 80 ребят. От будущих первоклассников до четвероклассников. Нам очень приятно было получить такой рюкзак, да, сынок? Очень даже приятно. И что вручил нам Валов, как говорится, наш глава. Очень здорово. И очень большая помощь, считай, с этой канцеляркой очень-очень. Мне вручили рюкзак, шарик. Он красивый, розовый. В комплект «Собери ребенка в школу» входит новенький рюкзак, обязательно со светоотражающими элементами, чтобы обеспечить безопасность ребят в темное время суток на дорогах. Внутри можно найти тетради, обложки, принадлежности для рисования и еще множество необходимых вещей, которые обязательно пригодятся ребятам в новом учебном году. Помимо этой уже традиционной акции, как я сказал, четвертый раз она проходила в 2018 году, какую еще помощь оказывает районная администрация в работе соцучреждений? Вы знаете, мне хотелось бы поблагодарить Алексея Васильевича Валова, который всегда очень трепетно относится ко всем категориям граждан, которые не защищены, скажем так, в силу тех или иных обстоятельств. И помощь детям, состоящим на учете в центре семья. И большое спасибо тем меценатам, которые откликаются на просьбы, потому что мы иногда также пишем ходатайство на оказание помощи тем или иным семьям. Также по просьбе сотрудников у некоторых граждан, которые не могут сами произвести ремонт, были в квартирах произведены ремонты, но это у семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То есть по всем данным вопросам это не только собери ребенка в школу. Недавно прошла акция, когда вручили также детям из малообеспеченных семей куртки, то есть эту теплую одежду, что также является подспорьем для наших семей, когда доход в этих семьях иногда не превышает, скажем так, детского пособия, которое они получают как малообеспеченные, допустим, пенсию, если это семья по потере кормильца, либо это, скажем так, граждане с инвалидностью. То есть разные ситуации имеются. И большое спасибо за оказываемую помощь. Мы всегда взаимодействуем, сотрудничаем по всем вопросам. И большая поддержка нашим учреждениям, нашим семьям, которые проживают на территории нашего района, ну вот, все администрации в лице Алексея Васильевича. Ну, теперь давайте перенесемся в несколько иную возрастную категорию. В этом году две жительницы нашего района отметили столетие, и, соответственно, их тоже уже поздравили. Сейчас предлагаю на них посмотреть, пожелать им долгих лет жизни, но потом еще поговорим именно о том, как помогают людям уже, скажем, совсем старшего возраста. Давайте посмотрим видеосюжет. С почетом и уважением в этом доме на улице Центральной проживает Галия Александровна Гракова. Сегодня ей исполнилось 100 лет поздравить юбиляра. С днем рождения приехали представители районной администрации и управления социальной защиты. В доме Галия Александровна все готово к приему гостей. Уже накрыт праздничный стол. Необычное имя Галии дали монахине в монастыре Калужской губернии, где она родилась. В старинном альбоме сохранилась довоенная фотография. На ней вся семья в сборе. Мама – это мой сын, а это старший брат, а это младший брат. В Великую Отечественную войну наравне с мужчинами работала у станка, за что получила звание труженик тыла. Несмотря на тяготы и лишения, Галия Александровна сохранила в себе желание вдыхать жизнь полной грудью. Вырастила двух сыновей. Они подарили ей четверых внуков, а те – четверых правнуков. Прожить до 100 лет юбиляру помогло простое правило. Закаляться с детства. Пелагея Степановна Павловичева из Фрианова дома принимает поздравления. Ветеран труда. Более 40 лет работала на Горьковском автозаводе. В годы Великой Отечественной войны на станках изготавливала детали для автомобилей. Тем внесла свой вклад в победу над фашистами. Пелагея Степановна родилась в Арзамасском районе Горьковской области. Когда ей исполнилось 18, сестрой уехали на строительство автозавода. В 2000-е ветеран переехала к племяннице во Фрианово. До преклонных лет присматривала за детьми. Свой 100-летний юбилей Пелагея Степановна принимала поздравления от главы района Алексея Валова, главы Фрианова Дмитрия Васина, депутата Московской областной думы Ирины Слуцкой. Ну что, у нас много таких долгожителей в районе? Ну, долгожителей на сегодняшний день вот два, то, что мы посмотрели сюжет. Еще у нас планируется одно поздравление также 100-летней жительнице в поселке Фрианово. Но будем надеяться, что это поздравление состоится. Но по поручению президента Российской Федерации и губернатора Московской области, депутаты Московской областной думы, глава района, поздравляет граждан, кому исполнилось 90 лет, 95, с юбилеями. Здесь категории – это ветераны Великой Отечественной войны. Вручается поздравительное письмо от президента Российской Федерации, а также подарок от губернатора Московской области в знак глубокой благодарности и уважения тем гражданам, которые дали возможность жить нашему поколению, которые воевали, либо защищали наш тыл. Поэтому в этом году 317 человек на территории Щелковского района. Это 90-летние? Да, 90-летние и 95-летние. 216 – это 90-летние, ну и вот чуть меньше 95-летние. Что ж, пожелаем им долгих лет жизни и до 100 лет расти. У нас есть еще один вопрос в письменной форме. Речь идет о компенсациях, как я понял, о семьям. Вот получили, тоже самое, говорят, компенсацию за сентябрь и октябрь, а за август нет. Что делать? Если это касается вопросов года по ЖКХ. Мы уже говорили о том, что на сегодняшний момент производится оптимизация учреждений и вводятся новые формы работы в социальном развитии Московской области. В этом году организован единый воплотной центр Московской области. Ну и мы приносим извинения за то, что предоставили небольшие неудобства. Ну, здесь связано не только от работы там служб социальных, но так как здесь задействовано большое количество организаций и здесь идет обмен информацией, то на первом этапе произошел небольшой сбой, но сейчас это все восстановлено. То есть до декабря месяца все выплаты по льготам по ЖКХ будут гражданам выплачены, потому что не было выплаты по свету, но не у всех часть льготников попала, но сейчас все доплаты произведены. Выплаты производятся после 25 числа месяца либо путем перечисления на счет гражданина, либо перечислением на почтовое отделение, а там уже те, кто получают на дому, им приносят данные выплаты с пенсией. Есть еще вопрос отсутствия сумм льгот в платежных документах. Это не говорит о том, что меры социальной поддержки отменены. Все меры социальной поддержки предоставляются, выплачиваются и будут выплачиваться. Поэтому если есть вопрос, можно подойти, конечно, на Краснознаменскую 12 в первый кабинет, но можно и не подходить до 25 декабря. Все выплаты включительно и за декабрь месяц по всем мерам соцподдержки гражданам будут перечислены либо доставлены с почтой. Спасибо, Жанна Альберт. У нас осталось несколько минут. Буквально мы уже поговорили обо всех, так скажем, наверное, категориях населения, с которыми вы работаете. Давайте теперь поговорим о тех людях, которые работают с этими людьми, уж извините за тавтологию, я имею в виду о сотрудниках соцзащиты, социальных работников, как мы называем. Как у вас решается кадровая проблема? Кто к вам идет работать? Ну, у нас сейчас все специалисты дипломированные, все с высшим образованием. Это касается не только управления, но и наших подведомственных учреждений. То есть те специалисты, которые работают психологами, социальными педагогами, они имеют все высшее профессиональное образование. Точно так же, как и социальные работники. Многие из них имеют медицинское образование, которое оказывают социально-медицинские услуги. То есть народ, сотрудники, все грамотные, обученные. И самое главное, они добры, отзывчивы и понимают те нужды людей, с которыми они работают. Это, наверное, даже важнее, чем высшее образование. Но вот мы как бы не затронули центр занятости. Это тоже теперь входит в нашу структуру. И сотрудники центров занятости также оказывают большое количество услуг, работают с незащищенной категорией населения. То есть это граждане, которые потеряли работу или ищут работу. То есть всем большая благодарность и оставаться такими же, какие они есть. Ну давайте в конце программы еще посмотрим один видеосюжет о том, как в этом году в нашем районе отмечали День социального работника, как поздравляли ваших сотрудников. Давайте посмотрим. Сотрудников Щелковского управления социальной защиты населения тепло поздравили с профессиональным праздником. На свете есть очень много профессий. Но есть такая профессия снимать боль. Когда вы работаете своими пациентами, работаете с своими клиентами, работаете со сложными категориями граждан, конечно, вы отдаете себя без остатка. И когда встречаешься с ними на разных предприятиях, а на разных встречах, понимаешь, что они вам доверяют. Цель и задача вашей работы это конкретный человек. Это его проблемы, это его боль, беды. Вы все это пропускаете через свое сердце. Эта работа требует больших духовных заправ. Вы не просто выполняете свой ток, но выполняете его с душой. Вы вкладываете в свою работу все свое сердце. Более трех веков назад было положено начало созданию государственной системы социальной защиты населения. За это время общество проделало большой путь. Во главу глав стали принципы гуманизма, одним из воплощений которых является деятельность социальных работников. В Щелковском районе действуют шесть учреждений, представляющих региональное министерство социального развития. В них работают порядка трехсот неравнодушных людей. Их в день праздника отметили почетными грамотами главы района и муниципального совета депутатов. Ну что, Жанна Альбертовна, мне остается только пожелать вам успехов в работе. Не только в день социального работника, который в начале июня отмечается, но и, наверное, каждый день, чтобы вы выполняли свою работу о том, как говорили наши районные руководители, с душой и снимали боль у тех, у кого она есть. Спасибо. Мне хотелось бы поздравить всех мам с Днем Матери, который ежегодно отмечается 25 ноября. И пожелать всем мамам здоровья и любви детей. Я присоединяюсь к вам. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова